Мы периодически рассказываем о сервисах, которые помогают преобразовать видео или аудио в текст. На очереди еще один инструмент, который очень хорошо проявил себя в тестах. Особенно в задачах, когда нужно было транскрибировать видео по ссылке из YouTube. Называется этот сервис Gladia. Gladia отлично справляется с задачей преобразования видео или аудио в текст. А для разработчиков сервис приготовил дополнительный бонус. Он предоставляет API, что позволяет легко интегрировать функции транскрипции в свои приложения. Gladia — практически бесплатный инструмент. Почему практически, расскажу в конце видео. А пока заходим на основную страницу, жмем «Попробовать бесплатно», регистрируемся и сразу попадаем в рабочую область. Сервис предлагает нам три возможности. Распознать по ссылке на YouTube, загрузить файл и диктовать в режиме реального времени. Попробуем сначала «Загрузить». Прикрепляем видео. И перед стартом есть ряд настроек. Что тут можно сделать? Ну, во-первых, помочь с выбором языка. Ставим ручной выбор, и этот выбор впечатляет. Но помогать я, конечно же, не буду. Можем включить функцию распознавания сразу нескольких языков, если спикер смешивает языки в своей речи. Название программы и сервисов, например. Следующий параметр нужен, если в видео несколько спикеров. Ну и можно еще сразу перевести распознанный текст на выбранный вами язык. Когда мы в сети, наш браузер передает огромный... Все, голос из видео вытянул, жмем «Старт» и ждем результат. И этот результат неплох. Понял, что название сайта на английском, а вот в конце музыкальную отбивку определил как «Спасибо». Вежливый вариант концовки видео получился. Если нажать на часть текста, можно послушать аудио с этого фрагмента. Сравнить точность перевода. Просто нажимаем на кнопку «Тест» и смотрим результаты. Что можно сделать с этим текстом? Во-первых, скопировать и вставить куда угодно. Во-вторых, экспортировать в разных форматах, как текст или для дальнейшей работы, например, для создания субтитров. Теперь задача посложнее. Распознать текст из видео по ссылке на YouTube. И само видео больше шести минут. Настройки оставляем такими же. Обработал даже быстрее, чем файл, видимо, потому что без загрузки. Есть, конечно, недочеты. Например, альтернативы распознал как английское слово и одно с какими-то непонятными символами. Но все можно потом подправить. Зато в концовке даже два раза поблагодарил. Умница. А теперь диктовка. Тут тоже есть свои параметры. Автоматическое определение языков спикеров, самого языка и еще несколько настроек. Улучшение записанного аудио, например, подсказки. И еще один параметр, который отвечает за распознавание смеха, плача, в общем, звуков, но не речи. Жмем запись и пробуем. Здесь была моя речь, поверьте мне на слово. И распознал он ее, как видите, очень уверенно. В итоге можно скопировать текст и сохранить записанный аудиофайл тоже. Есть еще раздел, где можно загрузить аудио, уже готовую расшифровку в текстовом виде и сравнить, кто справился лучше. Все ваши проекты сохраняются в истории. Вы можете всегда к ним вернуться и посмотреть результаты. Теперь о том, что программа почти бесплатна, как говорил в начале. В бесплатной версии дается 10 часов в месяц. Мне кажется, это довольно внушительный объем. Но есть возможности платной подписки. Но вот ее условия, на мой взгляд, оказались какими-то слишком сложными. Оплата за секунду. Я не устану повторять, что одного решения для всех задач, увы, попросту не существует. И какой инструмент будет эффективен конкретно для вашей задачи, с уверенностью сказать нельзя. Но Гладия определенно заслуживает вашего внимания. На этом все. Пожалуй, в современном мире самое главное – оставаться людьми. Во всех смыслах. Александр Рыбаков. Теплица социальных технологий.